Доброе утро, друзья! Хотите стихи? Святая край неба палая Соловейка в темнем гае, солнце застрит чай Это все, что я запомнил со школьной программы украинской школы Но я постарался, чтобы здесь себе росло все, что может расти и на Украине И даже, кажется, перестарался Иначе откуда у меня заказчики? С Украины, Белоруссии, Казахстана Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литвы Чехии Так, 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 так Словакии и так далее Вот, были попытки связаться со мной Американцев и канадцев Но я с ними отказался иметь дело Так как я не могу им ничего отправить Не по-английски адрес написать на конверте Или там на бандероле Не посылку с теми же черенгами Боюсь, не дойдет А деньги я никогда зря не беру И вот кусочек сада, вы видите Закончились абрикосы Это мой участок номер два Я о нем рассказывал Деревья были посажены мои А потом я его выкупил Последний абрикос Уже месяц как нет королевских Но в тени они еще есть Вот Это как бы растягивает подозначение Дает совершенно другие характеристики Косточкам Но На эту тему мы уже говорили Вот Созревает Ранетка Подозреваю, что это бывшая полукультурка Наверное, это уральское наливное Судя по тому, что она привита Почему за уронеткой Два раза измельчали на моих глазах За эти годы Вот Вот интересная вещь Посмотрите, сейчас я покажу Видите Красненькая зеленеет Или зелененькая краснеет Вот Когда-то там была Великолепная культурная яблоня А эта яблоня погибла А пошла Вот эта вот самая Уже как бы Не сибирка А ближе к коронетке Это Та самая вегетативная гибридизация Вот Вон они птицы сидят на эрге Это все им досталось Ни одной ягодки я не сорвал Участок не мой Можно было с лестницы добраться Да как-то неловко Вот Хотя он ко мне свесился Закончилась вишня войлочная Так нелюбимая России Ничего понять не могу Вот Китайские сливы Я с ними буду вас сегодня ознакомить Еще, еще Вот Полностью птицы объели Вишни сибирские штамповые Кисловатые Мелковатые Но тем не менее Как по двойму равных нет Значит откуда У меня Ой Кислая Я ее называл кислостатками Помните Облагороженные мной Это чисто кислая И вот наконец Цель моего путешествия В эти дебри Знакомьтесь Слива китайская Никто не знает У нас их Она самая распространенная В наших местах Вот я не говорю Что в каждом дворе Вот Ну достаточно Я встречаю ведра На рынке с ней Вот посадила мой сосед А нет Еще до него посадила Да Сосед был дачником До него посадила Бабушка Которая здесь жила Продала ему Потом он продал мне И вот когда Девец это подросло Сейчас вам покажу Как это выглядит Вот его скелет Я к нему не прикасался Вот Сосед если прикасался То с одной целью Ну Сильно уж густо росло Видите И во все стороны Часть урожая Все время падала На дорогу Там дорога И вот значит Это было его вмешательство Типа Примерно Как бы С ее назвать Формирующая обрезка Безобразная конечно Но формирующая Вот И вот меня просят Константинович Ты у нас кудесник Ты у нас волшебник Сделай чудо Я сделал Я сделал прививку Вот Вот она Прививка До сих пор Цела Сейчас посмотрим Результаты Что должно было Быть дальше Дальше Должно было быть так Постепенно Привиты были Вообще остальные Перепривиты Но по каким-то причинам Я уже не помню Вот Еще одна прививка Ну Вот она Но знаете как Это был метод Проб И ошибок Вот видите Вот это вот Вот это вот Плоды Уссурийской Желтой Вот они Сейчас приблизим Вот они Чисто желтые Видите Это вторая Последняя прививка Больше я не делал Вот И в основном Все дерево Было В основном Все дерево Было В этих самых В этих самых ветках И в плодах Сливы Которые я назвал Знаете как Без затей Мне Выхода нет Вот Никто ничего не знает О них Я ее назвал Слива Китайская Красно Желтая Вот она А потом Я еще обнаружил В этом Потом будет проходить Красно-розовая Красно-синяя Желто-розовая Желто-синяя Это уже Похожие Но уже другие Ну в принципе Это один класс И вот возвращаюсь я К прививке Дальше сосед должен был Угнетать Выпиливать Помаленчику Убирать ветки Китайки Которые ему не очень нравились Кстати Великолепная вещь Соки, компоты, варенье Абсолютно сладкая Нарослащавая Вот Ну и Для неприхотливых людей Для детей Конечно Ну кто-то Я с гостями То-то как я заелся Мне подавать Чтобы хрустел на зубах Была кислинка И вот она Что Вот Это прививка Сейчас я вас С ней познакомлю Смотрите сюда Вот так вот Раз Два Три Вот там где-то Там где-то Еще крупнее Есть Только что Ладно Уж устроить и это Итак Перед вами Знаменитая Горская красавица Мне ее прислал Чернышок Валерий Петрович Он уже В этом свете Великолепный садовод Человек Которым я дружил Пусть по перепишке Ученый Агроном Вот Руководитель Зональной станции В этой Саратове Ну Тем не менее Со мной общался Вот Ну и смотрите Что получилось Получилось Да И тут же Дегтю Добавляю Добавляю Дегтю Она Очень Очень Неурожайная Я ничего не мог Сделать Не тут Но здесь Можно было подумать Что опылители Не те Китайка Не опылитель Для нее Для вот этой Крупноплодной И в то же время И там где у меня Много слив Рядом растет Она такая же Не Урожайная Вот это минус Стоит ли ей заниматься Посмотрите Прекрасные Прекрасные Веточки Вот они Конечно стоят Вот Нужно подбирать Опылитель Нужно работать Кто будет работать Моя работа Заключалась По принципу Навтыкал У меня очень много Удач Это просто Уникальная удача Вот Теперь как ее Распространять Китайку Почему Потому что Вот это вот Посаженная Коточками Даст неизвестно что Прививки на китайке Значит нужно иметь Потомство А где оно Значит китайке Можно выращивать Семенами Семенами То есть Получать Сенцы На них прививать А вот Корневой отводок Смотрите Вот Они и здесь были Но они попадали Под косу Здесь Немножко уцелело Вишни тоже дают Отводки Так Вот они Вот Но Отводки Которые были Вот это китайское сливы Промежуточное Они погибли Каждые 2-3 метра Отводок Отводок Все они погибли Под косой И вот смотрите Видите Вот он Отводок от нее И дальше уже Который я умудрился Не скосить Да попробуй Траве заметить Вот отводок И вот отводок То есть берем Готовый отводок Имеем Китайскую сливу Такую же как та Вот И я все таки Должен сказать О китайских сливах Не очень то Они дичают Из семен Уже хотя бы потому Что все с кем Я вам познакомлю Весь класс Этих слив Не такие уж они И мелкие Не такие уж они И дикие Я их называю Культурными Многие из них Введите сами Пока я шел Разбираться Со сливой И дальше По пути Попалась мне Лада Видите Как они выглядят Вот А то я присылаю Снимки С мелкими плодами Говорят Это Лада Я говорю Ну вот вас снова Обманули Это я к слову Потому что Все таки У нас учеба Вот так Ладно Пошли Вот А смел бы Тут гораздо Круче Мел бы Она Их две Может быть Их даже больше Но я знаю Только вот Эта пурпуровая Вот потом Это Она когда дозреет Она Вернее так Пурпуровая Это попадаются Иногда Такие экземпляры А так Это Мел бы Красная А есть Все просто Мел бы Она Так Слегка Розоватая Зелено-розовая Тоже Хороша Но Это лучше Наряднее Красивее Вот Когда-то Клонированием Кстати Была выделена Вот А вот Это Вот Слива Сувенир Востока Вот так Она выглядит Сейчас Она уже Достаточно Группная Она долго Висит Долго Набирает Вес И Мне попадались Плоды 100 граммовые 80 грамм Они Отдельными Плодами А так Она помельче Где-то 40-50 А потом Смотришь Какая-то Гроздь Не виданная Вот видите А знаете Что она Еще только Начала Темнеть Еще велится Вдвое Так что Я вас Еще удивлю А пока Что попроще А пока Значит Вот это Вот Уссурийская Желтая Она родом С Дальнего Востока Пришла На Дальний Восток Китая Где-то Видимо По Реке Уссури Она взяла И Испособилась С помощью Переселенцев Вот Естественно Кто бы там Привал Поколение За поколением И она Измельчала Вот до Такого Состояния Вот Видите Ну Это Попроверю Качество Абсолютно Сладко Наверное Мельче она Не будет Я еще не Привал У меня Так получилось Что Я вернулся Китайкам В опасении Что будут Страшные Зимы А вот Видите Рожей Какой Сколько Рожей Сколько На ней Так Вот Сейчас Я вам Покажу Лучный Эземпляр Однажды Ее же Выделили Так В природе Бывает Исключительно Крупными Эземплярами Эту же Желтую Сурийскую Назвали Ее Желтая Хапты Что такое Слово Хапты Я как-то Не догадался Поинтересоваться Возможно Это название Местности Или Деревни Вот Любуйтесь Опять Сеянется Развражение Частично Качество Теряется Видели Что тут Делается Сколько Ее Тут Вот Из-за Эта Урожая Рухнули Ветки Вот Они И на Ветках Еще Такое Писание Что Еще Не Снимали Вот Я вам Познаком Желтыми Хаптами Двумя Годами Раньше Она Была Совершенно Крупная Два Раз Ну Что Делать То ли Урожай Повлиял Наверное Урожай Тоже Запредельный Как урожай Абрикоса В этом Году Проходим Мимо Яблочек Вот Никто Боих Вот Дурь Вот Это Отрезать Ветки Которые Растут Вниз Я Никогда Не Могу Успокоиться Вот Ветка Растет Вверх На Нет Яблочка Вот Вот Ветка Растет Вниз Смотрите Сюда Видели Видели Эти Грозди Ну Ну Хоть бы Один Отказался Вот Сейчас Это С этой Обрезкой С этими Видеороликами Гибельными Где Опять Говорят Что Надо Ветки Убирать Убирать Так Слева Сердцевидная Она Уже Вполне Культурная Видите У нее Сердечко Очень Вкусная Урожайная Невероятно Морозостойкая Ну Плоды Не Самые Огромные 30-40 Грамм Ну Неплохо Неплохо Вот Надо Как-то Заканчивать Обход Со Сливами Так И В то же Время Закончить Сложно Вот У меня Снова Сувенир Востока Я называю Королевой Садок Там Где тень Там Позже Созревает Так Это Я Обошел Вокруг Снова Сувенир Востока Это Еще Видите Плоды Плоды Снова Еще Одно Дерево С этими Плодами Это У меня Это У меня Снова Венгерка Позднее Вот Она Резко Отличается С поздним Созреванием Куда Было Еще Привезти Вот Тут Такие Дебри Снова Яблонька Так Абрикосы Уже Отошли Правда Если То Что Собрать Что Лежит Там А то Еще Ведра И Ведра Вот Что Тут Яблочко Упало Ладно Теперь Смотрите Сюда Видите Вот Это Ветка Фаина Я вам Как Показывал На нем Очень Были Они Уже Сгнили Не 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 Смогли Еще Собрать Много Сильно Вот Остались Плоды Мелкие Они Которые В тени Так И Вы Видите Вот Эти Вот Еще Два Снова До сих Пор Висит На солнце Но Висит До сих Пор Это Вариант Манжурского Абрикоса Который Я Называю Сын Манжурца Надо имя Присвоить Позднее Наверное Да Выделился Еще Раньше Не Выделялся И Наконец Раз уж Мы Говорили О Китайках Еще Один Вариант Китайки Видите У них Плоды Темно-красные Вот Они Вот Такого Света Это Очень Важно Потому Что Я Говорю Что Один Из Факторов Прекрасного Приживания Привек На Сенцевом Подвое Это Обязательное Качество Это Чтобы Не Сопадали Цвета Плодов И Вот Это Одно Из Моих Наблюдений Так Сюда Я уже Боюсь Ити Потому Что Когда Что Это Все Будет Собрано Жуть Так Там У меня Снова Снова Абрикосы 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 Перчики Все Зеленые Ну Наверное На Сегодня И Хватит